Остеогенная саркома Остеогенной саркома Остеогенной саркома Гистологические варианты наиболее часто встречался остеобластический вариант, хондробластический, парастальный, переостальный и реже центральный, высокодифференцированная и мелкоклеточная. Также фибробластический вариант остеосаркомы. В зависимости от стадии чаще встречалась G3. Также больные наблюдались чаще второй стадии. Наиболее часто больные встречались со стадии T2, N0, M0. Методы исследования. Мы провели клинические общие принятые клинические исследования, иммуногистохимические исследования, т.е. тканевые маркеры BCL2, K67 и P53. Также в работе были включены исследования иммунологические, определение ИФА методом эндостатина. Также были изучены цитокины, интерлекины, фактор некроза опухоли, определение клеточного иммунитета. Также были проведены ПЦР-диагностика участка гена P53, содержащие 4, 5, 6, 8, 9 икзоны по стандартной методике. Также были включены цитогенетические исследования и статистические методы исследования. Методы лечения, проведенные больным, проведена системная неодевантная химиотерапия, неодевантная полихимиотерапия и сочетание полихимиотерапии с региональной химиотерапией. Также была группа больным, которым проведена химиолучевая терапия и группа пациентам, которым проведена длительная внутриартериальная химиотерапия. Хирургическое лечение проведено 162 больным. Из них органосохраняющие операции проведены 94 пациентам и калечащие операции 68 больным. Одевантная полихимиотерапия проведена 73 больным различными схемами химиотерапии. После проведенного лечения частота рецидива составила 41%. Сроки появления рецидива в среднем составила 23 месяца. Частота метастазов у 138 пациентов в сроке появления 19%. Итак, в нами исследование панель использованных маркеров. Был определен дискримизионный уровень. При хромосомной нестабильности мы взяли за дискримизионный уровень 5%. То есть выше 5% это неблагоприятный признак, ниже 5% это благоприятный признак. Также мы распределили показатели при П53, БЦЛ2, КИ67 и иммунологических показателей. Исследования показали, что при безметазиотической выживаемости и также доле выживших больных при положительном, то есть если хромосомная аберрация составляла ниже 5%, то вероятность выживаемости была более 15 лет. Также показатели были положительными при тех пациентах, у которых была выявлена хромосомная аберрация ниже 5%, то есть у этих пациентов срок выживаемости тоже был увеличен. У тех пациентов, у которых были хромосомные аберрации выше 5%, наблюдали неблагоприятные показатели, как и в безметазиотической, так и в кумулятивной доле выживших и в безрецидивной доле выживших пациентов. Показатели от уровня экспрессии у пациентов, у которых были выявлены П53 положительные, то есть негативные, признак сроки выживаемости безрецидивные, безметазиатические наблюдались очень низкие. У тех пациентов, у которых наблюдался П53 отрицательный, была вероятность дожития также более 15 лет. При изучении уровня экспрессии БЦЛ-2, при положительном БЦЛ-2, также были благоприятные показатели при кумулятивной выживании, безрецидивной и безметазиатической. То есть вероятность дожития у этих пациентов также наблюдалась более 15 лет. У тех пациентов, у которых наблюдался БЦЛ-2 отрицательный, были очень низкие показатели выживаемости, то есть и также более раннее выявление метастазов и появление рецидивов. При изучении уровня экспрессии КИ-67, при отрицательном КИ-67 также наблюдались неблагоприятные показатели, то есть наблюдалась очень низкая кумулятивная выживаемость, безрецидивная и безметазиатическая выживаемость. Мы определили комбинацию генетических маркеров, и нами было определено также положительные и отрицательные фенотипы. Мы также их связали с клиническими признаками пациентов, и обнаружена была связь степени дифференцировки с отрицательным и положительным фенотипом. То есть у тех пациентов, у которых был выявлен отрицательный, негативный фенотип, у этих пациентов наблюдался высокая степень дифференцировки. Низкая степень дифференцировки, прошу прощения. При также гистологических вариантах наиболее неблагоприятным являлся хондробластический вариант, то есть при данном варианте наблюдался негативный фенотип. Размеры опухоли тоже также показали нам, что при негативном фенотипе наблюдались более обширные, объемные опухоли. Со степенью регрессии опухоли, то есть ответ на проведенное лечение, также тот или иной выявленный фенотип влиял на ответ на лечение. Степень патоморфоза, более низкая степень патоморфоза также выявлялась при негативном фенотипе. У тех пациентов, у которых был более благоприятный фенотип, у них были ответы на лечение. Нами проведено также исследование и было выявлено, что при неблагоприятном фенотипе у пациентов наблюдалась очень низкая выживаемость. У тех пациентов, у которых был позитивный, благоприятный фенотип, выживаемость составила более 15 лет. Также было выявлено при безрецидивной выживаемости у пациентов, у которых выявлен благоприятный фенотип, вероятность дожития без рецидива, прожитие без рецидива было также более 15 лет. И безметастатическая выживаемость у пациентов, у которых был выявлен благоприятный фенотип, вероятность дожития также была более 15 лет. В заключение хочется сказать, что определенный нами негативный экспрессионный профиль, то есть молекулярный генетический фенотип, является прогностическими неблагоприятными факторами раннего метастазирования и появления ранних рецидивов, то есть от 6 до 9 месяцев. В низкой степени патоморфоза, первое и второе, относительно продолжительной жизни больных до 3 лет, он связан с низкой степенью дифференцировки, увеличением размера опухоли с фондрофластическим вариантом остеосаркома. Спасибо. Спасибо большое, Джамила Шигаратова.